Объемные прически, волосы как будто бы слегка приподняты от корней, это мой стиль. Такую укладку я люблю делать как на длинные волосы, так же и на короткие стрижки. И делать это совсем не сложно. Для этого нам понадобятся чистые влажные волосы. Теперь нужно определиться с феном. Я предлагаю использовать вот такой вот фен на ручке. Можно использовать фен как расческа, так же можно использовать фен как брашек, но обязательно на ручке. Им очень удобно протягивать, просушивать пряди. Далее мусс для прикорневого объема. И конечно же крем для термозащиты. Ну что ж, давай приступим. Расчешем волосы. И сделаем один длинный пробор по всей голове. В данном случае я люблю использовать пенку от Лондо, которая называется Volume Spray Mousse. Это пенка для прикорневого объема. Встряхнем ее. И наносим вдоль всего пробора. Затем пальчиками хорошо распределяем пенку по корням. Обрати внимание, что только по корням не затрагиваем длину волос. Делаем второй пробор. Также наносим пену. Распределяем ее пальчиками. Делаем третий пробор. Да-да, шаг за шагом. Пенка. Пальчики. Следующий пробор. И поехали. Так доходим до затылка. Теперь все то же самое, только с другой стороны. Делаем пробор. Нанесем пену. Нанесем пену. И так далее. Теперь уделим внимание области у лица, потому что нам нужно также здесь придать объем волосам, открыть лицо. Для этого мы наносим пенку прямо на корни у лба и у висков. Хорошо ее распределяем. Теперь все наши корни обработаны. Ну что ж, я думаю, что получится хороший вот такой вот большой объем. Теперь защитим волосы кремом для термообработки. Я использую L'Oréal Thermo Repair. Потом я нанесу масло для защиты моих кончиков от керастаз, чтобы быть полностью уверенной в защите моих кончиков. Сначала крем. Его я использую совсем немного. Массирующими движениями наношу на всю длину, избегая корней. На корнях у нас уже присутствует пенка для прикорневого объема. А теперь вот масло от керастаз для моих кончиков. Совсем немного, буквально один-два пшика. Только лишь на кончике. Теперь, какой же мне фен выбрать? Выберу брашинг. Разделяем волосы на три части. Освобождаем затылочную часть. Остальные волосы закалываем на макушке. И теперь вот такими дугообразными движениями просушиваем каждую прядь. Постоянно задерживаем фен у корней. Пенка сделает свое дело, обязательно приподнимет корни, но ее нужно правильно зафиксировать. Поэтому мы задерживаем фен у корней, затем мы протягиваем прядь. Вот так вот. И кончики к низу. Задерживаем у корней и протягиваем прядь. Кончики к низу. Это не сложно. Хорошо просушиваем затылок. Освобождаем вторую часть волос, остальные волосы заколем на макушке. Все делаем то же самое, только здесь мы уже уделяем внимание вискам. Вот так вот дугой просушиваем каждую прядь. Задерживаем фен у висков. Нам нужно открыть лицо и придать объем этому месту. Ну вот, кажется, что-то уже прорисовывается. Осталась последняя часть, но самая ответственная. Макушкой здесь придется поработать. Здесь мы все время пряди тянем вверх. Мы открываем лицо, потому что уже в течение дня у нас укладка может немножко обвиснуть, скажем так. И теперь нам нужно ее зафиксировать хорошо. Волосы имеют такое свойство, как запоминать. Поэтому то, как мы их сейчас просушим, так у нас укладка будет вести себя в течение дня. Все время приподнимаем пряди вверх, хорошо просушиваем макушку, как бы подкручивая ее. Это придаст объем. Все время делаем все от лица. Просушиваем снаружи и внутри. Опа! Технические неполадки. Подкручиваем макушку. Задерживаем фен. И так часть за частью. Еще немного осталось. Оу! Кажется, очень симпатично получается. Ну что ж, теперь придадим форму нашей прическе. Я ношу обычно пробор посередине, поэтому я делаю пробор посередине и раскладываю волос в разные стороны. Макушку подкручиваю кверху. Немного еще придержим фен у лица, чтобы открыть его. Ну вот, вот такой вот шарик получился. По-моему, объема предостаточно. Но если вдруг показалось, что его мало, можно воспользоваться расческой. Для этого мы поднимаем макушку. И делаем внутри легкий начес. Обратите внимание, что я не использую лаки. Я не люблю засушенные, неестественные прически. Поэтому мы делаем легкий начес и аккуратненько сверху прочесываем его. Ну вот, очень красиво. Теперь добавим украшения. Я одену свои любимые серьги. Теперь давай сделаем макияж. Но, когда мы будем делать макияж, мы сохраним наш объем. Для этого мы делаем вот так вот пряди наверх. И закалываем крабом их. Прямо на макушке. Волосы запомнят такое положение. И после того, когда ты закончишь делать мейкап, распустишь свои пряди, они будут держать хороший объем. Вот так вот. Как бы немножко вперед сдвигая пряди. Ну а как сделать вот такой вот красивый макияж в изумрудных тонах, я расскажу тебе в следующей серии. Не пропускайте серии. До новых встреч. Всех люблю. Пока. Посещайте мой веб-сайт. Субтитры сделал DimaTorzok